30 ноября Тулики отпразднуют День матери. В этот праздник принято поздравлять своих мам и беременных женщин. В отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В России День матери был учрежден в 1998 году. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – мамы. Здравствуйте, я Анастасия Ландратова. Сегодня пятница. Время подвести итоги уходящей недели. Подробности страшной трагедии в ЦРД. Эксклюзивное интервью мамы мальчика, получившего 70% ожогов тела. Чернобыльские льготы продолжают тревожить население Тульской области и выгонять людей на улицу. Катастрофа отменяется. В Олексине обезврежена экологическая бомба замедленного действия. У любой матери нет никого дороже собственного ребенка. Ведь именно он видел сердце ее изнутри. Какую же боли испытывает женщина, когда она видит страдания собственного малыша? Ситуация, произошедшая с младенцами в Центральном роддоме, набирает обороты. Следствие продолжается. Обгоревшую малышку хотят удочерить, а мать мальчика, получившего 70% ожогов тела, нарушила молчание. Напомню, что на прошлой неделе в Тульском роддоме номер один во время сеанса фототерапии загорелась медицинская лампа. Ожоги получили два новорожденных ребенка. Молодой маме была предложена помощь. Наша съемочная группа сопровождала ее в Москву пострадавшему сыну. Действительно, в четверг рано утром мы поехали в Москву, в этот ожоговый центр. Мама должна была дать согласие на проведение операции. Но, к сожалению, новости оттуда пришли совсем не хорошие. У мальчика заражение кровью, плюс ампутировали пальчик, мизинчик на левой руке и пальчики на ногах. Ты провела с девушкой весь день. Как она держится? Каково ее состояние? Честно говоря, я очень удивлена колоссальному терпению и воле совсем молодой мамы, 19-летней девушки. На помощь ей приходят и совсем незнакомые люди. Я пишу в социальных сетях, предлагают ей помощь. Многие компании вышли также с поддержкой. При этом сама мама не падает духом и поддерживает свою семью. И самая главная для нее цель, это чтобы Матвейка остался жив. Сложно описать все эмоции, поэтому я вам предлагаю самим послушать интервью мамы. Около 7 часов у них там произошло замыкание в лампе, как они говорят. Что лампа запалась. И в этот момент мой ребенок лежал под этой лампой. Врачи как бы сначала скрывали, не хотели ничего говорить, то есть совершенно. То есть начиная с 6, то там около 7 случилось, начиная пусть будет в 6, да. И заканчивая в 11, когда я в 11 все-таки узнала, что с моим ребенком, и то от другой больницы, из другой больницы. Тебе как-то позвонили? Нет, мы сами позвонили, то есть мы узнали, где он, как он, мы нашли номер, нам даже номер не дали, мы сами позвонили туда, в больницу. И нам сказали, что вот он вообще на волосок от жизни. То есть 75% ожогов. Пока удаляют ему только вот эту обгоревшую кожицу, то есть эти вот обгоревшие ткани, которые сгорели. Больше они ничего пока не говорят, это максимум, что мы можем сделать на данный момент. Но они тоже вот органы задеты все. Сердечные сосудики задеты, вот кушает он внутривенно, то есть его пока не... Хотели поставить его на зонтик, чтобы, ну, через зонтик, то есть через кишечник он уже кушал. Но у него состояние стало ухудшаться, они не стали этого делать. Потом у него, когда отказали уже почки, то есть, ну, перестали работать с почки опять же. Хотели поставить на искусственную почку, но сказали, что это очень большой риск, и может быть тот же летальный исход, он может этого не выдержать. То есть, соответственно, они не стали этого делать. Потом, если они делали, мы только две операции, то есть, как обрачи, я знаю, две операции, то есть, которые мне сообщают, первый раз удалили 30%, и вот второй раз я приезжал, после раз сказать, 35% удалили. Вот Матвейка выздоровеет, ничего, детский садик в плане у нас на очередь встать. У нас все впереди у нас еще. Все у него еще будет впереди. Ну, пока маленький совсем. Ну, все же понимает, слышит, разговариваю с ним, когда приезжаю. То есть, когда принимается, прихожу, разговариваю с ним. Что вообще ждут? Ждут очень сильно. Мама ждет, бабушка, точнее, уже ждет. Готовит квартиру. Да, уже все приготовлено, уже все ждут. Вот, вчера на санках уже хотела кататься. Ну, он говорит, какие санки, ему еще, говорит, даже года нету. Ну, что, выйдет, будем катать. На санках, в коляске. Ничего страшного с ним будет, он переживет все-таки, я думаю, он будет живет. Если он вот это сначала пережил, если он вообще выжил, значит, и он полностью все это переживет. Я даже сомневаться в этом не хочу, чтобы вот... Кать, тебя сегодня вызвали в больницу. Что врачи говорили? Ну, то, что произошло выражение крови. В общем, то есть, в общем, если считать, он сгорел не 75%, а 90%. То есть, плюс те 15% то, что, ну, вот, внутренности. Вот, 75% это просто обгоревшая кожа была. Осталось 5% удалить. То есть, 65% они уже удалили, осталось удалить 65%. Ну, мы отрезали пальчики. На левой кисти отрезали, будем на ножке отрезать все пальчики. Они не будут работать. То есть, после... То есть, сказали, взяли мне мою согласие, то есть, согласилась. Но они неких прогнозов дальше не давали. То есть, что все хорошо там будет, нет. У нее заражение крови произошло. Какие-то операции ребенку еще нужны будут? Ну, вот сегодня будут делать операцию. То есть, будут отрезать пальчики на ножки. Больше ничего мы хоть и сказали. То есть, предупредили, что вот такая операция будет производиться. И все, больше ничего не сказали. Это вас согласен на это? Да, это вас согласен. Они сказали, если не будем отрезать пальчики, то есть, ноги или на ручки. То есть, может пойти все это в организм, может произойти быстрее летальный исход. Сегодня в детской областной больнице прошла пресс-конференция, о которой нас по непонятным причинам не оповестили. Главный врач Людмила Котик рассказала тульским журналистам о состоянии детей, пострадавших в роддоме номер один. По мальчикам мы ежедневно узнаем информацию из ожогового центра. Стояние его остается тяжелым. Третий раз провели мы некротомию, это удаление обожженных участков кожи, омертвевших которых. Вот вчера, во второй половине дня удален у него еще и мизинчик. Во время беседы возникли спорные моменты. Та информация, которая появилась в некоторых СМИ, что удалили уже несколько пальчиков? Нет. Пока, вот я сегодня утром разговаривала с заметителем главврача, вообще эта информация по нашему закону об основах охраны здоровья населения, она не должна подаваться. Но поскольку мы коллеги, сами понимаете, мы же тоже волнуемся за все. Да. Пальчик, вот только один на мизинчике, некроз там был удален. И третий раз ему делали удаление вот этих омертвевших участков кожи. Некротомия называется операция. У каждого своя правда, но факт остается фактом. Маленький ребенок получил страшные травмы, и для его лечения требуется огромная сумма денег. Одна молодая женщина просто не сможет вытянуть все эти расходы. Поэтому, если у вас есть возможность и желание помочь выжить младенцу, то звоните к нам в редакцию по телефону 710-803. Происшествие, которое вызвало огромный резонанс в обществе, стало поводом для проверок всех больниц Тульской области. А родильный дом проверила комиссия из Росдравнадзора. Эксперты отрабатывают две версии произошедшего. Технический дефект оборудования и человеческий фактор. Подробности у нашего корреспондента. Страшная трагедия произошла в Тульском родильном доме номер один. 19 ноября вечером там проводили абсолютно стандартную процедуру для новорожденных, так называемую светотерапию. Воздействие светом используют при нехватке витамина D и лечении детской желтухи. Медсестры учреждения рассказали, что находились в это время на медицинском посту в коридоре. Нами установлено в ходе проверки, что медицинские сестры, которые осуществляли проведение этого процесса и этой процедуры, находились на медицинском посту, который расположен рядом возле двери в указанную палату. Произошла сигнализация. Сначала сработала сигнализация, проверили в палате. И когда они прошли в палату для проверки этого, находясь рядом, лампа взорвалась. И произошел пожар. Как объясняют нам медицинский персонал на первый момент проверки. Новорожденная девочка получила около 10% ожогов рук, а мальчик 90% тела. Маленького мальчика отправили на реанимобиле в детскую клиническую больницу. На протяжении целой недели маленький ребенок находится здесь, в ожоговом центре в городе Москва. Врачи борются за его жизнь и уже сделано две операции, но никаких прогнозов никто не делает. Сама мама ребенка утверждает, что сотрудники медучреждения до последнего надеялись, что им удастся скрыть от полицейских произошедшее. И если бы не поступило заявление от Екатерины в правоохранительные органы, то действительно врачам бы удалось скрыть информацию и не выносить ссор из избы. Прошел пожар в 6 часов, дочери мать сказали в 9, и то сказали только, что незначительные ожоги. В 11 мы узнаем, что он нас в реанимацию едет. По данному факту возбуждено уголовное дело, и по версии следствия несчастный случай стал возможным в результате ненадлежащего исполнения медицинскими сестрами своих профессиональных обязанностей, связанных с несуществлением контроля за проведением медицинских процедур новорожденным. Такого же мнения придерживается и мама ребенка. Ну, как может быть, это несчастный случай, вот я повторяю, ну это невозможно, несчастный случай, он прохорел до мышц, 75%. Все врачи, все вот говорят, что он просто лежал, про него просто забыли, он лежал под этой лампой, про него забыли. И лампа уже взорвалась от того, что от напряжения, от того, что она просто долго по времени была включена. Это невозможно, чтобы от одного взрыва ребенок получил 75% ожогов, но это категорически невозможно. Сейчас следователи же изучают все обстоятельства инцидента. А на неделе в Тульском ЦРД работала комиссия из Росздравнадзора. Эксперты отрабатывают две версии произошедшего – технический дефект оборудования и человеческий фактор. Также выясняется, на протяжении какого времени медсестры отсутствовали в палате с детьми. По некоторым данным, в палате работники появились только после того, как сработала пожарная сигнализация. Ход и результат проверки контролирует прокурор области. Кстати, дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Обвиняемым, когда таковые найдутся, грозит лишение свободы на срок до года. Валерия Ипенина, Сергей Стариков и Иван Коваль, Сергей Фоночкин. Специально для программы «Итоги недели». Кстати, отделением ЦРД, в котором обгорели дети, ранее руководила председатель комитета по социальной политике областной думы Ольга Зайцева. Информационное агентство «Тульские новости» сообщило, что на пост председателя она была назначена 20 ноября. По информации агентства, Ольга Зайцева была уволена 19 ноября, в день трагедии. Мы ее ни в коем случае ни в чем не обвиняем. Да и судя по документам, переход на новую должность готовился заранее. Но нашу просьбу об интервью с Ольгой Зайцевой при службе областной думы проигнорировала. А ведь у нее есть что спросить. Она долго руководила отделением, подбирала персонал. Несет ли она ответственность за произошедшее? Юридически нет, аморально. К слову о кадровых перестановках. С 1 января 2015 года вступит в силу новая структура администрации Тулы. В соответствии с ней в областной столице будет 5 главных управлений по территориальным округам. Центральному, Зареченскому, Привокзальному, Советскому, Пролетарскому. В администрации уже стартовал конкурс на должность руководителей терокругов города. По нашей информации, ныне действующий глава тероуправления Сергей Шостаков займет должность заместителя главы администрации Евгения Авилова. Денис Семенников, возможно, уйдет в Венев. Отмечу, на посту руководителя района Семенников проработает порядка года. Да и Шостаков не намного больше. Судьба Руслана Горатцева остается пока неизвестной. Зато Михаил Кових и Александр Ёлкин, скорее всего, нас с вами не оставят. Еще одна резонансная тема, которая вывела людей в воскресный день на митинг – это отмена чернобыльских льгот. 23 ноября в небольшом актовом зале в Щекине яблоку негде было упасть. Практически половина города пришла пообщаться с областными чиновниками и попытаться донести до них простую истину. Нельзя убирать статус чернобыльской зоны, если не во всей Тульской области, то в Щекинском районе точно делать это еще рано. Вот мне 57 лет, у меня от этого Чернобыля руки-ноги уже, как говорится, не поднимаются, все косточки болят. Заразили, пусть нам платят, нам лечение положено. Кстати, странную позицию выбрали областные чиновники во главе с губернатором. Новость о том, что проект постановления о сокращении чернобыльских зон вдвое на всей территории России появилась в СМИ еще 14 ноября. Но вот наша региональная власть почему-то хранила молчание. И если бы не призыв людей выйти на улицу с требованием сохранить льготы, то, может быть, никто из чиновников так и не нарушил бы обет молчания. Второй момент, который стоит отметить, это то, что чиновники захотели решить вопрос с сохранением грязных зон с помощью самих же льготников. И призвали их писать на сайт Минэкономразвития и в Министерство России по ЧАЭС. Кстати, не думаю, что такую позицию нашей власти одобрят в столичном Кремле. Особенно в свете последних событий, которые происходят на Украине. Ведь Майдан также начинался с пустяка. А к чему все это привело? Надеюсь, что Владимир Груздев на 100% уверен в своих силах. И он пошел на оправданный риск. И цель этого риска – сохранение зон, носящих статус грязная территория в полном объеме. И сохранение всех чернобыльских льгот туликам. Экология является неотъемлемой частью нашей с вами жизни. Ведь от нее зависит наше здоровье. Есть и хорошие новости. Экологическая бомба замедленного действия обезврежена. В 2011 году специалисты Минпромторга заявили, что четырем регионам России угрожает экологическая катастрофа. В этом списке оказалась и Тульская область. Причиной тревоги стало положение дел с утилизацией опасных химических веществ, оставшихся в наследство от военных производств еще с советских времен. Эксперты посчитали, что 200 тысяч тонн отходов на территории Олексинского химкомбината, сдетонировав, способны вызвать поражение местности в радиусе 5-6 километров от предприятия. Чтобы обеспечить экологическую безопасность Олексина, требовалась огромная сумма. Но выход все же был найден. Катастрофа отменяется. Три года назад в Совете безопасности России обсуждалась ситуация на Олексинском химкомбинате, представлявшая серьезную угрозу для экологии не только Тульской области, но и соседей. Помимо 200 тысяч тонн отходов производства, нитратов, целлюлозы, сырья для изготовления пороха, на территории химкомбината хранилось более 2000 тонн азотный и серный кислот. В районе емкости для их хранения наблюдался кислотный туман, что свидетельствовало о протечках. Все эти вещества, они фактически находились в взрывоопасном состоянии с 1996 года. К сожалению, на тот момент комбинат не имел сил и средств для реализации этой программы. И существовали очень разные, очень страшные оценки реализации этой угрозы, в которой 7-километровая зона в радиусе от химкомбината, а это практически весь город, в случае негативного развития ситуации была бы просто воронка. Отходы нитроцеллюлозы должны перерабатываться или храниться в специальных прутках-отстойниках под слоем воды, так как высыхая, они образуют взрывоопасную смесь, способную к самовозгоранию и детонации. Вероятность таких событий на комбинате была высока, поскольку его сооружения за более чем 60-летний стаж работы морально и физически износились. Для того, чтобы нейтрализовать экологическую бомбу, по подсчетам специалистов, необходимо было порядка 2,5 миллиардов рублей. С тех пор прошло три года. За это время была проделана огромная работа, не только по ликвидации отходов, но и по переработке их в полезные вещества. Здесь реализована концепция ноль отходов. И все работы, которые мы проводили, они сопровождались получением полезного продукта. Из-за территории предприятия, несмотря на то, что это были работы, связанные с ликвидацией старых зданий, вышедших из эксплуатации, с ликвидацией больших объемов накопленных взрывчатых отходов, опасных материалов, за границей предприятий не выехало ни один килограмм отходов. 24 ноября были подведены итоги пятого этапа оздоровления Олексинского химкомбината. За три года было демонтировано более 10 опасных зданий. Обезврежены технологические водоемы, очистных сооружений. Была проведена техническая рекультивация прутков-отстойников. На реализацию проекта было потрачено полтора миллиарда рублей. Результаты впечатляют. На сегодняшний день мы имеем в первую очередь реализацию программы в части ее самых критических моментов. А именно, обезопасены и переведены в безопасное состояние значительные объемы взрывчатых веществ, которые представляли наибольшую опасность для города и населения. А также созданы условия для дальнейшей переработки и дальнейшей работы предприятия в безопасном режиме, в первую очередь для экологии и для населения. Алексинский химкомбинат занимает огромную территорию – более 300 гектаров. Самые грязные процессы тяжелейшего труда сейчас в стадии завершения. Но о полной победе над наследием прошлого пока рапортовать рано. Однако о том, что экологической угрозы территория химкомбината Алексину уже не несет, можно говорить однозначно. На протяжении многих лет, а если быть точно, наверное, десятилетий, любой житель нашего города, в первую очередь, подвергался серьезной опасности. И, может быть, они этого не знали, знали только специалисты этого дела. Поэтому сегодня, я думаю, что любой житель может вздохнуть спокойно, что первый этап этой большой серьезной работы закончился. Но и в перспективе, конечно, хочется пожелать химическому комбинату, чтобы градообразующее предприятие, которое, по-моему, было раньше, возобновило свою работу. И, соответственно, с перспективой развития этого предприятия появляются большие перспективы развития нашего города. Положено начало конца, и это самое главное. Фундамент для дальнейшего развития Алексинского химкомбината заложен. Недофинансирование по программе составило около 500 миллионов рублей. Эти средства предприятию необходимы. В планах сотрудничество и с региональной властью, с Минпромторгом России. Главное – не сбавлять обороты. Моя коллега Валерия Пенина две недели жила на прожиточный минимум. Пришло время подвести итоги нашего эксперимента. Почему же я решила провести эксперимент? Хотелось проверить, можно ли прожить на прожиточный минимум. И ответить себе на вопрос, может быть, мы тратим слишком много денег, просто потому, что не умеем считать и экономить. Напомню, что мой эксперимент длился всего две недели. И с вычетом всех необходимых трат 14 дней я питалась на 1495 рублей. В первый же день своего эксперимента я поехала в магазин и закупилась продуктами. Потратила я практически сразу весь свой недельный лимит. И, естественно, пыталась сэкономить и выбирала все необходимые мне продукты питания. Это картошку, морковку, капусту, курицу, макароны, рис, яйца, молоко и овсянку. То есть все, что можно было на каждый день себе приготовить. Так как пообедать в кафе мне теперь было не по карману. На вторую неделю у меня остались продукты питания, и я могла позволить себе немного больше. Это мороженое и тортик. Наверное, это психологическое, но стоило мне начать свой эксперимент или голодовку, как все мои коллеги и знакомые называли это авантюром, как мучительно хотелось съесть до, во время и после еды. И в таких случаях отвлекала работа. Но труднее всего приходилось в выходные, когда молодой человек начинал уговаривать съесть то, чего я сама не могла себе купить. При этом говорил о том, что он никому ничего не скажет. Кстати, на протяжении всего эксперимента я постоянно слышала такие доводы, но не подалась им. Но есть и положительный момент эксперимента. Если раньше я никогда не завтракал, то теперь в обязательном порядке каждое утро я варила себе кашу. На две недели моего эксперимента мне пришлось забыть, что такое кинотеатр и кафе, так как денег на эти развлечения мне просто бы не хватило, а в режим жесткой экономии вовсе не хотелось входить. Надо признать, что это были худшие две недели моей жизни, так как постоянно приходилось держать себя в руках, чтобы не купить себе чего-нибудь вкусненького. И я была вынуждена каждый день себе готовить. В итоге эксперимент я выдержала, осталась жива и здорова. Но мой вам совет, если уж вы вынуждены по каким-либо причинам жить на прожиточный минимум, то пользуйтесь золотым правилом Винни-Пуха, ходите в гости и как можно чаще. Слава богу, мой эксперимент закончен, я могу есть все, что я хочу. В выходные тольский арсенал разгромил в буквальном смысле этого слова пермский Амкар. Каномиры победили со счетом 4-0. Сергей Кузнецов забил два гола за игру. Проявили себя Евгений Осипов и Александр Кутин. Так держать. Редактор субтитров А.Семкин Субботу Арсеналу предстоит сыграть с Уралом из Екатеринбурга. Этот матч имеет особую цену, ведь это середина пути, промежуточный финиш. Чего же ждать нам от этой игры? Урал хорошая команда. Урал, она чем-то похожа на Арсенал, она тоже любит играть в атакующий футбол. Там Тарханов собрал все-таки думающих футболистов, техничных футболистов, и которые умеют играть в футбол. Из всех команд, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, почему-то по игре Урал мне нравится очень сильно. Это команда, которая умеет играть в футбол, сама играет, дает играть сопернику. Для Арсенала, в принципе, как и для Урала, очень важно, чтобы была хорошая поляна, на которой мяч можно было держать внизу, и команда могла играть в хороший скоростной футбол. Шансы, ну, все-таки, если взять так процентное соотношение, процентное, я думаю, что все-таки 60-40 нужно отдать на победу Арсенала в данной ситуации. В конце программы я передаю слово нашему криминальному корреспонденту Сергею Старикову. Он расскажет вам о происшествиях, которые произошли в нашем регионе за неделю. Здравствуйте! С вами снова Сергей Стариков. В этом выпуске программы 112 я хочу напомнить вам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и о том, что, садясь за руль, нужно обязательно учитывать погодные условия. Впрочем, не всегда причиной ДТП становится погода. Так, вечером во вторник, 25 ноября, в районе дома 31Б по улице Чегловска-Засика в Туле произошло ДТП с участием автомобиля «Опель». По предварительным данным, машина повело на дороге из-за образовавшейся на ней льда, после чего автомобиль врезался в дерево. Спустя 10 минут на этом же самом месте ускользнулся автомобиль «ВАЗ», который в итоге врезался в «Опель». По словам очевидцев, владелица легковушки пояснила, что ее занесло на скользкой от замерзшей воды дороге. На луже в морозную погоду появились на проезжей части из-за прорыва трубы. А вечером, в четверг, 27 ноября, на выезде из поселка Скуратово в Туле рейсовый автобус маршрута 27А сбил перебегавшего дорогу пешехода. По словам очевидцев, пострадавший неожиданно выбежал на проезжую часть и у водителя автобуса не было времени на торможение. По предварительным данным, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и ушибом руки. Отметим, что ДТП произошло всего в 15-20 метрах от пешеходного перехода. Окончательную причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Около 13.30 в пятницу 28 ноября в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Скуратовской в Туле произошло ДТП, участием которого стали сразу 6 автомобилей. Chevrolet Lanos, Vaz 2104, Lada Priora, BMW 3-й серии, Chevrolet Epica и Nissan Tiana. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал. Как видно из записи видеорегистратора, сначала в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Скуратовской столкнулись Nissan Tiana и BMW, а затем последний собрал и все оставшиеся машины. Обстоятельства и виновника ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД. На этом все. Берегите себя и других участников дорожного движения. До встречи на следующей неделе. На этом программа «Итоги недели» прощается с вами до следующей пятницы. Не забудьте поздравить своих матерей. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!